МАГАДАНСКОГОРОДСКОЙ ДУМА Это большой документ, подготовленный департаментом САТЭК, большая работа проведена, публичные слушания. Очень много обращений граждан, которые связаны с вопросами индивидуального жилищного строительства. То есть тоже такой хороший момент, что магаданцы строятся на этой земле, значит, говорят о том, что они планируют здесь долго жить. И очень важно то, что мы приняли изменения, которые коснутся и дальнейшего изменения облика города Магадана. В частности, это строительство второй очереди парка, маяк, земельные вопросы, внесены изменения в генплан и также другие общественные территории. До выборов осталось чуть меньше двух недель. Сейчас активно к ним готовятся не только сами кандидаты, представители партий, избиратели комиссий и различные чиновники всевозможных уровней, но и сотрудники силовых структур. В руководственном управлении поставлена общая задача для всего личного состава органов внутренних дел по охране общественного порядка и обеспечению безопасности в период проведения подготовки общероссийского дня голосования, который пройдет 17-19 сентября 2021 года. В данный момент утверждены расчеты сил и средств органов внутренних дел и сотрудников Росгвардии в задействованных мероприятиях по проведению общероссийского голосования. Сформированы рабочие группы по взаимодействию с органами местного управления и избирательными комиссиями. Вырабатываются управленческие решения по реагированию на возможное сложение обстановки. Также по телефонам дежурных частей органов внутренних дел можно в круглосуточном режиме сообщить информацию о совершенных либо готовящихся нарушениях при подготовке и проведении общероссийского голосования. В приказном управлении предусмотрена работа личного состава в усиленном режиме несения службы. За двое суток до первого дня единого голосования, то есть 15 сентября, будет обеспечено круглосуточное дежурство руководящего состава, полиции, а также лиц, задействованных в обеспечении охраны общественного порядка и охране избирательных участков. В сентябре текущего года также запланированы мероприятия по привлечению сотрудников Управления Росгвардии по Магаданской области к охране общественного порядка, проведению проверок избирательных участков на предмет их технической укрепленности. Управление проводит разъяснительную работу по установленной действующим законодательством уголовной и административной ответственности за противоправные деяния в избирательной сфере. В дни общероссийского голосования силовикам предстоит обеспечить правопорядок и общественную безопасность на 88 избирательных участках и двух резервных. Магаданская полиция готова оперативно выполнить все эти поставленные задачи. Самый сложный масштабный и затратный проект Магадан Теплосети это замена первой тепломагистрали на улице Советская. Ведь там идет не просто замена теплосети, а замена магистрального трубопровода с увеличением диаметра. Раньше там находилась труба с диаметром 500 мм и обеспечивала она 3 центральных тепловых пункта. Но сейчас ее диаметр увеличили на 300 мм, поэтому в недалеком будущем она уже сможет передавать тепловую энергию в гораздо большем объеме. Также она будет находиться в полностью проходимом канале с освещением, чтобы специалисты могли спокойно проверять и обслуживать трубу. Поэтому за все время работы новой трубы на этом участке не потребуется делать большие траншеи и перекрывать улицу. На сегодняшний день мы закончили монтаж обратного трубопровода этой магистрали. Сейчас на данный момент производится гидропонематическая промывка. Далее будет дезинфекция и по результатам этих мероприятий этот трубопровод будет включен в работу. И приступим к окончанию монтажа подающего трубопровода. К понедельнику все работы будут завершены непосредственно по монтажу трубопроводов. И вся остальная дальнейшая работа будет заключена именно на выполнение строительных работ. Трубопровод – это монтаж перекрытий канала, раскладка компенсатора. Это чисто в строительной конструкции будут выполнены. Трубопровод будет готов к началу отопительного сезона, он будет готов. Все остальное мы будем выполнять уже при начале отопительного сезона. Оно на качестве и времени начала отопительного сезона не скажется никоим образом. То есть это, по сути, будем ставить крышу над лотками. Сейчас идет активная подготовка к новому отопительному сезону. И во время опрессовки были выявлены некие проблемы. Однако все их нашли и быстро исправили. Сейчас специалисты Магадан-теплосети занимаются плановыми работами. Но уже в скором времени они планируют максимально подойти к началу отопительного сезона. Кроме того, сейчас ведется контроль за температурой воздуха не только в городе, но и в поселках. По словам мэра, запускать отопление будут раньше, чем положено. Я хочу сказать сразу, что запустить отопление – это не включить рубильник с электроосвещением. Мы сначала заполняем сети, они находятся в статике под давлением, затем запускаем это все в домах. Итак, первыми тепло получат в Уптаре, Снежном, Радисте, Авиаторе, Дугче, Марчакане и Новый Веселый. Запуск 8 сентября, то есть завтра. 9 сентября запуск отопления в поселке Сокол и с 10 сентября начнется заполнение системы Магаданской ТЭЦ, кроме ЦТП-1, 2 и, по-моему, ЦТП-13. Ресурсники сделали все для того, чтобы своевременно подготовить город к началу отопительного сезона. Была своевременно проведена опрессовка инженерных сетей, около 60 повреждений было выявлено и устранено на тепловых сетях города Магадана. Видели, сколько было разрытия. Это, конечно, неприятная ситуация, но вынужденная мера, потому что нужно частично заменять там и запорную арматуру, и участки тепловых сетей, для того, чтобы не заниматься этим в зимнее время, когда ресурс должен подаваться непрерывно 24 часа в сутки. На улице Приморской началась реконструкция порядка 6000 квадратных метров дороги. Сейчас специалисты Галут строят ливневую канализацию. Тротуар будет подходить до улицы Портовой. После всех работ комбинат зеленого хозяйства начнет устанавливать лестницу. Помимо этого объекта в данный момент Галут занимается и другими дорогами на улицах города. По договору по улице Наравчатого укладываем асфальт. Также у нас есть договоры, не договора, а также ведутся работы в дворовых территориях, по ямочному ремонту, по восстановлению нарушенного благоустройства после разрытия коммунальных служб. Неделю назад сотрудники КЗХ начали активную работу по установке новой детской площадки на набережной реки Магаданки 55. Напомним, что в этом году установили уже пять игровых комплексов. Некоторые из них теперь радуют детей, проживающих по улице Октябрьская и набережная 15. Конкретно на этом участке уже начали укладывать травмобезопасное покрытие, устанавливать малые архитектурные формы и детский игровой комплекс. С нашей стороны, с стороны КЗХ, мы еще будем работать здесь в течение двух-трех дней. То есть пока завершится до конца укладка этого покрытия травмобезопасного, мы еще будем устанавливать здесь одну малую форму. Нам предстоит также установка ограждений, 60 секций, они будут установлены вокруг детской площадки всей полностью. Скажите, какие малые архитектуры и формы здесь поставили? Ну, предстоит установка еще одной малой архитектурной формы, это качель на металлических стойках. Также нами были установлены две скамейки, лиана, диван качеля, качалка-балансир. Также после завершения установки ограждения на детской площадке сотрудники КЗХ планируют укладку газона. На данном участке всего задействованы две бригады озеленителей, которые занимаются непосредственно устройством газонов. И на участке малых форм есть отдельная бригада, основная задача которой – установка различных форм и детских игровых комплексов. Продолжается прием работ на Всероссийский конкурс «Спасибо интернету-2021». Организаторами выступили Ростелеком и Пенсионный фонд России. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте Азбука интернета, приложить свою работу в форме эссе по теме одной из конкурсных номинаций, а также две фотографии. Всего шесть номинаций. Портал госуслуги «Мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель-интернет-работодатель», «Моя общественная интернет-инициатива», «Мой интернет-проект», «Я интернет-звезда». Заявки будут приниматься до 15 октября. Напомним, впервые конкурс «Спасибо интернету» прошел в 2015 году и собрал более 2000 участников. С тех пор каждый Новый год в нем принимают участие все больше людей. Всероссийский конкурс «Спасибо интернету» проводится в рамках реализации проекта Азбука интернета и призван повысить доступность государственных электронных услуг для людей старшего поколения, поддержать активное долголетие и содействовать занятости пенсионеров и предпенсионеров.